Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске Оливковые рощи Киликии в Западной Армении в опасности. В столице Арцаха продолжаются дорожно-строительные работы, антиармянская ксенофобия и расизм от Азербайджана. Познакомимся с Арцахом, село Караглух. Россия стала страной, против которой введено больше всего санкций. Активисты рекламируют музей Вана в Западной Армении, культура в Западной Армении, архитектура. Огромное количество оливковых рощ в Киликии в Западной Армении приносят большую пользу как экономики, так и индивидуальным предпринимателям. Попытки разграбить оливковые рощи для промышленности и строительства объектов энергетики, нефтяной и газовой промышленности с 2002 года не сходят с повестки дня. По этому поводу Координационный совет Хатайской академической торговой палаты платформа Хатайского отделения Федерации профсоюзов провели пресс-конференцию, чтобы привлечь внимание соответствующих органов. По их мнению, вместо защиты сельскохозяйственных угодий и оливковых рощ недопустимо ввести на этих территориях промышленную деятельность. Против таких незаконных решений выступает и правительство Западной Армении. Продолжаются дорожно-строительные работы по адресу набережной Лазарев-Степанакерти. Проводятся земляные работы, а также на необходимых участках вдоль дорог воздвигаются подпорные стенки и выполняется декоративная заливка. Строительство осуществляет Чаншинь. Отчет «Антиармянская ксенофобия и расизм в Азербайджане-2021», созданный совместными усилиями ряда правозащитных организаций, является продолжением опубликованного в прошлом году отчета «Ксенофобия в Азербайджане». В нем подводятся итоги событий 2021 и начала 2022 года, которые создают атмосферу страха и несут угрозу этнической чистки армян. Материал, представленный в докладе, раскрывает непрекращающиеся геноцидные намерения руководства Азербайджана в отношении коренных армян Арцаха, что препятствует примирению народов региона. В докладе содержится призыв к правительству Армении и международному сообществу принять действенные меры для обеспечения безопасности арцахских армян и привлечь к ответственности антиармянскую политику Азербайджана. Подробности можно узнать по ссылке на нашем официальном сайте. Караглук – село в Гадрудском районе республики Арцах, которое в настоящее время временно находится под контролем вооруженных сил Азербайджана. Село расположено в 9 километрах к юго-западу от Гадруда на восточном склоне горы Дизапайт. Большинство жителей – коренные жители. В начале 1890-х было 203 жителей, а в 1897 году – 96 жителей. Во время Первой Арцахской войны в 1991 году село было разрушено азербайджанцами. В селе есть две церкви, одна из которых – Сурпаст-Вацатинс, считается постройкой XVIII века. Начатое в 2012 году и в 2014 году было завершено строительство новой церкви в селе. Россия стала страной, против которой введено больше всего санкций за несколько лет, а с 22 февраля добавлено 2778 новых ограничительных мер. Информация представлена сервисом Castellum.al. Отмечается, что с учетом ограничений, принятых до 22 февраля по состоянию на 7 марта, в отношении России с 2014 года введено 5532 санкций. Таким образом, Россия значительно опережает Иран и Сирию. В отношении Ирана введено 3600 санкций, против Сирии – 2600, против Северной Кореи – 2100 санкций. Один из важнейших культурных центров Западной Армении – Иванский музей, вышел в финал конкурса «Европейская музейная премьера 2022 года», организованного форумом европейских музеев. Ряд активистов приняли меры, чтобы сделать музей более известным. Рекламную работу поддерживают любители природы, представители различных общественных организаций, чиновники, тысячи заинтересованных пользователей, что делается в письменной форме на различных социальных площадках. Следует отметить, что в Анском музее выставлено около 3000 экспонатов. О высоком уровне культурного развития Западной Армении свидетельствуют архитектурные памятники Ании и Ахтамар, поэма Григора Нарикоцы, Матям Вохпергутюн и многие достижения армянской историографии. С IX по X века считаются периодом возрождения армянской архитектуры. Возникают новые центры армянской архитектуры. Архитектура Западной Армении опиралась на богатые традиции национальной культуры. Принципиальное значение для развития архитектуры имел период неолитической революции, когда были открыты связывающие свойства глиняного раствора и создан первый искусственный строительный материал АДОБ. Далее для вас армянская народная песня. АПЛОДИСМЕНТЫ Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!